Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике я бы хотел поговорить с вами о смартфоне Realme C3. Немного ранее, где-то полтора-два месяца назад, я записывал видеоролик о первом впечатлении этого же смартфона Realme C3. Я тогда рассказал свое мнение, первое впечатление, чем он может быть интересен и что это в целом за смартфон. А вот сейчас, попользовавшись этим смартфоном эти же полтора-два месяца, я уже могу высказать уже мое сформировавшееся мнение об этом смартфоне, рассказать все его плюсы, минусы, недостатки, достоинства, также сделать полный подробный обзор на этот смартфон, ну и конечно же опыт использования. И вдруг вы рассматриваете себе этот смартфон Realme C3 для покупки или просто смотрите недорогой бюджетный смартфон, то данный видеоролик может быть интересен для вас и полезен. Поэтому усаживайтесь удобно и давайте вместе с вами рассматривать более подробно Realme C3. Вполне возможно, что это лучший бюджетник однозначно 2020 года и возможно на весь 2021 год. Поэтому давайте смотреть на Realme C3. Смартфон поставляется в такой вот упаковке, характерный желтый цвет и черный. Надпись модели C3 и бренд Realme. На боковых гранях точно так же надпись модели. И на тыльной стороне есть еще краткие преимущества данного смартфона. Тройная камера, 6,5 дюймовый дисплей, процессор Helio G70 и батарея, емкая батарея в 5000 мАч. Теперь давайте перейдем к комплекту поставки. В комплекте поставляется конверт, в котором находится скрепка для изъятия, сим-латка, инструкции и гарантийные талоны. Сам смартфон. Смартфон в красном цвете. Я думаю в предыдущих видеороликах вы это могли видеть. И USB кабель. Здесь micro USB кабель. И да, сейчас 2021 год. Смартфон активно продается. И к сожалению, micro USB не так интересно смотрится, как Type-C. Хотя он еще достаточно много и у многих есть. Может быть для кого-то это наоборот даже удобнее. И зарядное устройство. Зарядное устройство обычное, не быстрое, самое простое. 5-ти вольтовое, 2-х амперное, с мощностью 10 Вт. Чехла никакого в комплекте нет, но зато на смартфоне наклеена, установлена хорошая, добротная, защитная пленка. Корпус и материалы. Смартфон полностью выполнен из пластика. И это хороший матовый и рифленый пластик. Я думаю, это должно быть видно и даже слышно. Пластик рифленый, он хорош тем, что практически не видно никаких, ни отпечатков на нем не остается. Царапины на нем не видны. Это намного лучше, чем глянцевый пластик. И он практичен и более устойчив к воздействию внешней среды. Сканер отпечатка пальцев находится на задней части смартфона. Блок камер выступает, причем довольно-таки сильно выступает. Лучше использовать чехол. И когда будете покупать, смотрите, чтобы чехол защищал модуль камер. По особенностям корпуса хочу еще сказать, что кнопка питания и качелька регулировки громкости разнесены по разным граням. Кому как, но мне это не сильно нравится. Я привык больше к расположению, когда на одной, на правой грани расположены кнопка питания и качелька регулировки громкости. По внешнему виду, по фронтальной части на дисплее каплевидный вырез. Каплевидный вырез небольшой, элегантный, смотрится неплохо. Разъемы. На нижней грани расположен 3,5 мм джек, микрофон, micro USB порт, динамик. На правой грани только кнопка питания. На верхней грани ничего нет. Полностью чистая, пустая, никаких дополнительных микрофонов для шумоподавления здесь нет. На левой грани качелька регулировки громкости и лоток для сим-карт. Это полноценный тройной лоток для сим-карт, в который можно установить одновременно и две сим-карты, и карту памяти microSD. Сейчас в смартфоне 64 гигабайта в своей памяти. Можно установить еще, например, 128 или 256 microSD карту. Благо, они сейчас доступны как по цене, так и по объему. Ну и получите флагманский объем памяти в ультрабюджетном смартфоне. Дисплей. В смартфоне установлен IPS-дисплей с диагональю 6,5 дюймов с разрешением HD+. Да, здесь разрешение невысокое, но вполне ожидаемо, потому что это ультрабюджетный смартфон. И, конечно, да, если вы не будете рассматривать вот именно так и выискивать все шероховатости, неровности шрифтов, то, да, может быть, вы разрешение невысокое сможете увидеть. Но, если использовать смартфон в обычном режиме, то есть смотреть с расстояния там около 30 сантиметров, то разницы большой вы не заметите. Ну и помимо этого, я хочу сказать, что Realme устанавливает довольно-таки неплохие качественные дисплеи. Во-первых, здесь углы обзора неплохие, экран не выцветает, не теряет яркости и цвета не инвертируются при небольших отклонениях. Это плюс. И качество самой картинки находится на достаточно-таки высоком уровне. И давайте не будем забывать, что это бюджетный смартфон или даже ультрабюджетный. И плюс ко всему хочу сказать по параметрам яркости. Смотрите, сейчас где-то порядка 55% яркости. И у меня в достаточно-таки ярком помещении в большинстве случаев смартфоны устанавливают пророк яркости около 70%. Здесь как бы запас есть. И давайте установим процентов 80-85. Даже на темном фоне, на темной картинке смотрится вполне адекватно. И максимум 100%. На белых ярлычках есть засветы. И давайте включим белый фон. И мы видим, что камера подстраивается. И то даже есть засвет на самом дисплее. Так что я бы сказал, комфортный порог яркости в обычном вечернем помещении не более 30%. Если это будет дневное помещение, то это будет как раз те же 55%, ну максимум 60%. На улице, конечно же, да, это 100%. Если это пасмурная погода, 100% просто отлично все видно и хорошо. Если это солнечная погода, 100% может показаться мало. Но все-таки информация на дисплее остается все еще читаемой. Ну и давайте не забывать, что HD+, разрешение, невысокое разрешение, не только минусы. А здесь есть и плюсы. Плюсы в чем? В производительности и в автономности. О которых я расскажу немножко позже в отдельных пунктах обзора. А также по дисплею есть и свои минусы. Ну первое, это то, что здесь нет олеофобного покрытия на дисплее. И вот поэтому я уже длительный период времени не снимаю пленку. Лично я не проверял, потому что я пленку не снимал. Но судя по отзывам и по форуму, те, кто снимали пленку, сказали, что лучше всего либо ее оставлять, либо устанавливать нормальное, адекватное защитное стекло. Палец не так комфортно скользит, очень легко оставляет отпечатки пальцев и не так просто они вытираются и убираются. Так что смотрите, используйте либо комплектную защитную пленку, либо нормальное, адекватное защитное стекло. Есть еще второй минус по дисплею. Это брак тачскрина. Здесь отзывы делятся на два типа. Но это судя по отзывам и судя по форумам. Делятся на два типа. Одни говорят, что тачскрин очень чувствительный, другие говорят, что тачскрин нечувствительный, слабочувствительный. И еще есть вариант то, что не везде хорошо и одинаково работает тачскрин. О своем экземпляре я скажу, что ничего подобного у меня нет. Везде тачскрин работает от самого края до края. Некоторые говорят, с левой части не работает. Некоторые говорят, может с правой части не работают. Кто говорит, может быть с нижней части. Ну, здесь, смотрите, все очень хорошо прорисовывается, все работает от одного края до другого, и тачскрин нормальный, адекватный, по крайней мере, у меня. И имейте в виду, ну, может быть, будете покупать, проверяйте тачскрин, все ли вам нравится, как работает, как отображается. Ну, не забывайте, что еще может что-то зависеть от чувствительности тачскрина, от пленки и от защитного стекла. Ну, и, может, кому интересно или будет нужно, индикатора пропущенных уведомлений в смартфоне нет. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор от компании Mediatek, это Helio G70. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу. В паре он работает с графическим ускорителем Mali-G52. Частота дисплея 60 Гц и вариант по памяти 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ постоянной памяти формата EMMC 5.1. Да, это не быстрая память, но и не самая медленная. Результаты теста у вас на экране. И по поводу производительности в этом смартфоне, хочу сказать, что Realme очень сильно постарались и установили такой достаточно-таки производительный процессор в ультрабюджетный смартфон. И такого рода процессор устанавливается в более дорогие и более производительные смартфоны, которые могут стоить и в два раза, например, дороже. Ну, к примеру, те же Realme 6i, там установлен схожий процессор и он не сильно отличается по производительности. Или те же Redmi 9, которые дороже, или Redmi Note 9. Там процессор немножко лучше, но опять-таки колоссально по производительности не отличается. Ну и еще, может быть, хоть как-то сориентироваться по процессору производительности. Может быть, вы помните Snapdragon 660, 665, 662. Ну, например, Redmi Note 8, 8T или Poco M3. Там установлены эти процессоры. Так вот, Helio G70 даже немного выше по производительности. Если интересны бенчмарки и цифры, то, к примеру, в Antutu он набирает 188 тысяч баллов. В Geekbench 5, 361 сингл-кор, 1283 мульти-кор. И если же говорить о стандартном бытовом использовании, то здесь полный порядок. Если вы, например, будете использовать смартфон для соцсетей, для мессенджеров, для серфинга в интернет, для просмотра видеороликов, для просмотра YouTube, фильмов, прослушивания музыки, звонки, SMS, использования камеры, данный смартфон с этим справляется очень хорошо. То есть, те же самые распространенные приложения, там, Instagram, YouTube, Twitter, запускает быстро, сворачивает быстро, открывает, держит в памяти вполне нормально. И даже некоторые приложения вы можете закрыть, свернуть и открыть через 2-3 часа, и он будет все еще держать в фоне. Да, если это не будет, там, десятка-два тяжелых приложений или игр. Ну, раз уж мы заговорили о играх, соответственно, я не мог не проверить или не протестировать данный смартфон в игрушках. Смотрите, устанавливал я самые тяжелые и популярные игры, это World of Tanks, Call of Duty, PUBG Mobile, Need for Speed, No Limits и попроще, такие как Brawl Stars или, например, Hill Glimb Racing. И вот по поводу этих тяжелых игр могу сказать, что, несмотря на то, что смартфон ультрабюджетный, то все игрушки можно устанавливать смело на средние настройки, а иногда даже на высокие. Почему? Ну, вот плюс хорошего железа для этого смартфона, как я и сказал, и плюс невысокого разрешения HD+. Благодаря этому смартфон становится производительней, ему легче работать с этими приложениями и играми, и, соответственно, показывает хороший FPS, хорошую производительность и в играх, и в обычном бытовом использовании. Так что большинство игр это средние настройки, иногда бывают даже высокие. И картина с троттлингом точно так же прекрасная. Сейчас посмотрите на график CPU троттлинг тест. Тест был на 30 минут, нагрузка постоянная, непрерывная, и смотрите, какой относительно ровный график. Троттлинг всего-навсего 9%. И я могу подтвердить это, потому что, играя в игры, смартфон не нагревался, не перегревался, и все время был стабильный, ровный FPS. Не было ни проседаний, не было ни тормозов в играх. Они работали стабильно от самого начала и до конца. И по нагреву удивительно, но смартфон нагревается 35-35,5 градусов. И это все после этого же теста и более часа тяжелых 3D-игр. Программное обеспечение и Android. В смартфоне установлена 10-я версия Android и версия графического интерфейса Realme UI 1.0. За это время использования более чем месяц приходило 2 обновления. Одно после включения смартфона и одно буквально несколько дней назад. Это были небольшие исправления, ничего кардинально нового сюда не вносилось. Но смартфон как работал неплохо, так и сейчас работает вполне адекватно. Но чем может быть еще интересно Realme UI, то что здесь есть запись разговора. И здесь, внимание, есть небольшое «но». Если вы житель Российской Федерации, то запись разговоров у вас будет. Я проживаю в Украине, проверить у меня нет, как, но по форуму, по отзывам это все в действительности так и есть. Я же проживаю в Украине и у нас нет записи разговоров. Нет такой возможности записи разговоров. Она должна находиться в... Заходим в звонилку, заходим в настройки и здесь есть возможность записи разговоров. Но, к сожалению, нет. Проверено и с смартфоном Realme C3 и смартфоном Realme 6i. Нет. И смена региона ничем не поможет. Я пробовал и менять регион, и делать полный даже сброс настроек с включением смартфона с российским регионом. Нет, мне это не помогло. Соответственно, либо же разница, на какой рынок поставляется смартфон, только один вариант. Или же первый момент активации, первое включение, может быть, тогда еще есть какая-то разница. На сейчас отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, кто использует Realme в целом как бренд и Realme C3 или, например, 6i. В какой стране вы проживаете и есть ли у вас запись разговоров. Связь. Смартфон поддерживает все самые распространенные 3G, 4G LTE частоты. Wi-Fi установлен здесь только 2,4 ГГц. 5 ГГц не поддерживается. Ну, вполне логично, потому что все-таки это ультрабюджетный смартфон. Bluetooth версии 5.0, что хорошо. И NFC. В смартфоне есть NFC. И здесь есть возможность использовать Google Pay, J-Pay для бесконтактной оплаты. Добавляете сюда свои карты и оплачиваете. Кошелек всегда с собой носить и карты не обязательно. И по навигации здесь точно так же полный порядок. GPS GLONASS BYDOO поддерживается. Точность показывает 2-3 метра. Камера. В смартфоне установлено 3 модуля камеры. Основной 12 Мп и 2 вспомогательных модуля по 2 Мп. Это макро и портретный модуль. И здесь не хватает ширика. Очень бы хотелось видеть широкоугольный модуль. 2 модуля по 2 Мп, макро и портретный модуль. Ну, они, можно сказать, здесь практически не нужны. Только для вида. И да, может кто-то скажет, макро модуль интересный. И может быть что-то поснимать можно. Да, можно было бы что-то снять, если бы не разрешение в 2 Мп. А в 2 Мп это очень низкое разрешение. В целом, по поводу камеры основного модуля. Хочу сказать, что да, может быть не лучшая камера. Не лучший результат она выдает. Но, опять-таки, мы вспоминаем его цену. Вспоминаем, в каком сегменте он находится. И понимаем, что здесь вполне адекватная камера для данного смартфона и для этой цены. Для бюджетного смартфона это вполне адекватное качество. Все примеры фотографий, видеозаписи с тыльной и фронтальной камеры вы можете видеть у себя на экране. И можете оценить сами. Теперь давайте посмотрим на интерфейс камеры. При включении мы попадаем в режим фото. Сразу же здесь есть быстрый переход цифрового зума 1х, 2х и 4х. И обратите внимание, что это плавный эффектный переход. Смотрится неплохо, правда, качество, конечно же, ухудшается. Если 2х, это еще относительно сносно. А вот 4х, ну не очень. С вайпами вправо-влево мы переключаемся между режимами. Видео, фото, портретный режим и вкладка еще. В вкладке еще у нас есть это макро, ультрамакро, режим эксперт. То есть здесь ручные настройки ускорения, замедления и панорама. Также в смартфоне присутствует HDR, который может работать в автоматическом режиме, что есть хорошо. Есть режим насыщенного цвета и улучшение и украшательство для лица и кожи. Если говорить о видеозаписи, то смартфон может записывать видео точно так же с цифровым зумом 2х или 4х. Качество точно так же будет ухудшаться. Максимальное разрешение, которое здесь возможно, это Full HD 1080p 30fps. Ну и, к сожалению, какая-либо стабилизация здесь отсутствует. Ну и помимо основной камеры, здесь есть еще и фронтальная камера. Фронтальная камера 5-мегапиксельная. Точно так же есть портретный режим, стандартный режим фото. Работает HDR и работают украшательства. Звук. По поводу звучания через внешний динамик. Динамик здесь один, расположен на нижней грани, в правой части, вот здесь. По качеству звука, ну, во-первых, скажу, на достойном уровне, а во-вторых, по громкости точно так же на очень хорошем уровне. И что самое интересное, на максимальных громкостях он не хрипит, не пищит и не трещит. То есть нет никаких помех и относительно чисто играет. Давайте я сейчас включу просто для примера, чтобы, может, как-нибудь могли оценить качество звука. То есть в большинстве случаев для просмотра видеороликов, для прослушивания речи, может быть, для просмотра фильмов, этого будет более чем достаточно. Также в смартфоне есть 3,5-миллиметровый разъем, в который вы можете подключить свои старые любимые проводные наушники. По качеству звука хочу сказать, что как для бюджетника, опять-таки он приятно меня удивил, потому что качество звука здесь неплохое и выгодно отличается от своих бюджетных собратьев. Ну и плюс ко всему здесь есть технология от Realme, Real Sound, которая позволяет немножко улучшить звук и более детально настроить эквалайзер. Автономность. И здесь с этим полный порядок. В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч. И опять-таки хочу напомнить, что здесь HD+, разрешение. Помните, да, я говорил, что на производительность влияет хорошо, а также влияет хорошо и на автономность. Соответственно, меньше нагрузка на железо смартфона, на процессор, на графический ускоритель. Соответственно, меньше и разряд. Смартфон был на 100% заряжен с самого утра, на сейчас вечер уже 36%. Посмотрим на показатели. С момента заряда прошло 10 часов 25 минут. Из этого времени 10 часов 8 минут был включен дисплей. Да, я его специально гонял все время, чтобы понять, ну настолько адекватно работает он еще с включенным дисплеем и настолько хватит заряда батареи. К сожалению, расход заряда батареи сейчас показывает только лишь, не знаю, то ли последнее приложение запущенное. Полного списка здесь нет. Мы посмотрим немножко в другом месте, в цифровом благополучии. Смотрите, 10 часов отработал смартфон. Множество приложений здесь использовалось. Из которых больше всего YouTube, больше двух часов World of Tanks, больше часа Twitter, час практически CPU, троттлинг тест, который очень сильно нагружает смартфон. Instagram, PUBG Mobile, Call of Duty, смотрите, 40 минут, 30 минут, Antutu Benchmark, 30 минут и множество других. Есть и вот Need for Speed, No Limits, Android Bench. Здесь, конечно, меньше нагрузка, то есть не так много по времени, не столь длительно. Но в итоге, как вы видите, множество приложений здесь были, которые очень сильно нагружают смартфон. Соответственно, это тяжелые игры и тесты. Тесты бенчмарков, троттлинг тесты, они очень сильно напрягают данный смартфон. И при всем этом 10 часов при остатке 36%. Соответственно, можно будет добавить еще где-то 2-3 часа работы дисплея, активной работы смартфона, что я считаю очень хорошим результатом. Ну и за время использования хочу сказать, что в среднем получается от 8 до 14 часов работы дисплея. Все будет в зависимости от того, как и в какой сети вы будете использовать смартфон. Если же это будет преимущественно Wi-Fi и без игр, там можно добиться и 13, 14, может быть даже и 15 часов работы дисплея. Если же это будет 4G и будут игры, конечно же, там будет 8-10 часов работы дисплея. Но результат очень и очень достойный. Но если интересно в процентном соотношении, то YouTube за 1 час разряжает смартфон на 5%, при яркости около 60%. Игры при этом за 1 час разряжают на 13%. В комплекте смартфона поставляется зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампера, это не быстрое зарядное устройство, в емкость батареи 5000 мАч, заряжать чем-то нужно. Так вот, за первые 30 минут смартфон заряжается на 20%, за 1 час на 41% и на 100% он заряжается за 3 часа. И быстрая зарядка в данном смартфоне не поддерживается. Пробовал несколько сторонних зарядных устройств и, к сожалению, нет, скорость при этом не изменяется. Никакого сообщения и уведомления о быстрой зарядке точно так же не было. Также по Wi-Fi и Bluetooth есть еще один минус. Но, опять-таки, он не у всех и может он и не проявляться. Какой минус? То, что иногда отваливается Wi-Fi. Ну, в каком смысле отваливается, отключается от сети. Может быть, просто в обычном режиме, но зачастую больше отзывов, когда вы используете одновременно и Wi-Fi и Bluetooth. Например, прослушиваете музыку через Bluetooth наушники и по Wi-Fi. Тогда может отваливаться и отключаться Wi-Fi. У меня такого не было. Проверял на наушниках, проверял на часах и ничего подобного не случалось. Работало стабильно. Причем на данный момент точно так же включен Bluetooth, включен Wi-Fi. Wi-Fi активно работает и при этом не отключается. Все хорошо и стабильно. Возможно, это поправили еще с обновлениями. А возможно, такой брак существует только в некоторых партиях или в некоторых моделях. Поэтому, если будет возможность, при покупке проверяйте и это. В самом начале видеоролика я говорил о расположении кнопки питания и качельки регулировки громкости. Ну, хочу сказать, смартфон не маленький. Нет, в руках он лежит нормально, адекватно. Это еще не самый маленький смартфон и не самый большой. Размер сейчас вполне адекватный. Но, хочу сказать, что кнопка питания, как для моей руки, а у меня не маленькая рука, высоковата. Пальцы у меня еще достаточно длинные. И не всегда удобно дотягиваться до кнопки питания и включения-выключения, блокировки-разблокировки. Это неудобно. Первое, ну, например, взять тот же смартфон, вот у меня, посмотрите, Poco X3, да. Смартфон, который больше, выше, толще. И здесь кнопка питания, посмотрите, настолько ниже расположена, нежели в Realme C3. И это смартфон поменьше. Если бы были здесь кнопки регулировки громкости, они бы, может быть, расположили кнопку питания ниже. И было бы удобнее. Ну, вот Poco X3 как раз палец ложится туда, куда нужно. То есть здесь проблем никаких не возникает. Это первое неудобство. Второе, часто бывает такое, когда смартфон берешь двумя руками, бывает, зажимаешь эти две кнопки. А зажатие кнопки регулировки громкости и кнопки питания, блокировки-разблокировки, это скриншот. И бывает такое очень часто, когда ты быстро хватаешь смартфон и случайно придавливаешь, и делается скриншот. И потом у тебя собирается очень много разных скриншотов. И точно так же под видеороликами у меня на смартфоны Realme и на смартфоны Oppo там точно такое же размещение. Многие уже писали и говорили, что очень часто чистят смартфон от множества скриншотов, которые сделали случайно. Ну и второе, это использование смартфона на подставке. Ну если мы располагаем вот в таком вот положении, то, например, подставка перекрывает громкость кнопки громкости. Если мы переворачиваем, чтобы немножко было по-другому, чтобы нам удобно было регулировать громкость, то кнопка питания получается у нас прикрыта. И если мы будем придавливать смартфон или пытаться регулировать громкость, то опять-таки можно делать скриншот, если это вниз. Если это регулировка громкости вверх, то она может и не срабатывать. Если вниз, то мы делаем скриншот. И такое вот точно так же случается часто. Безопасность и способы разблокировки. Здесь два самых распространенных способа разблокировки. Сканер отпечатка пальцев на тыльной части корпуса и с помощью фронтальной камеры распознавания лица. Работает и то, и то хорошо. Давайте продемонстрирую. Лучше всего или удобнее всего использовать смартфон с чехлом, потому что сканер отпечатка пальцев очень плохо прощупывается. Он практически здесь не выделяется. Но если пальцем попадаешь куда нужно, тогда смартфон быстро и хорошо разблокируется. Даже если палец немножко грязный или влажный. Ну а теперь разблокировка по лицу. Пробуждаем смартфон. Есть. Еще раз. Еще раз. И давайте еще раз. Да, как вы видите, без проблем. Цена. И благодаря низкой цене и всем вышеперечисленным характеристикам и возможностям, это получается очень и очень достойный смартфон. Но здесь есть небольшая чехарда с ценником. Итак, изначально я покупал смартфон в январе. В январе он стоил 120 долларов. И за 120 долларов с официальной гарантией, со всеми плюшками и фишками, это просто замечательный смартфон. Но февраль месяц и начало марта месяца стоимость смартфона 140 долларов. А это уже многовато. Да, может разница 20 баксов немного, но в итоге 140 долларов дорого. За 120 отличный выбор, он лучший. И я даже не знаю, наверное, у него нет аналогов за эту стоимость. Придется либо доплачивать, либо брать что-то хуже. А вот за 140 дорого. И здесь можно уже подумать и посмотреть аналоги. И если смотреть что-то из аналогов, чтобы было не хуже или лучше, то есть смысл доплатить 15 долларов и взять, к примеру, тот же Redmi 9, при этом получить версию 4.64 по памяти, как бы есть еще небольшой запас. Больше камер, лучше камеры, более производительный процессор и разрешение Full HD Plus в дисплее. Что, конечно же, неплохо смотрится на фоне этого. И выводы. Что хочется сказать по выводам? А то, что я думаю, что это лучший бюджетный смартфон при ценнике в 120 долларов. Как я и сказал, 140 уже можно подумать, уже дороговато. В итоге мы получаем отличный смартфон за невысокую цену. С большим экраном, с хорошей производительностью, классной автономностью и еще наличием NFC бесконтактной оплаты с помощью Google Pay. Все это дает возможность называть смартфон Realme C3 лучшим бюджетником или, может быть, даже ультрабюджетником. По данному видеоролику у меня все. Если вы являетесь обладателем смартфона Realme C3, пишите ваш опыт использования, все, что вам нравится или не нравится. Об этом смартфоне в комментарии под данным видеороликом. Будет интересно почитать как и мне, так и всем зрителям данного видео. Может, кому-то поможете с покупкой или не покупкой этого смартфона. Всем, кому данный видеоролик понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте о моем втором канале. Там выходит очень много интересных видеороликов. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми и близкими. Ведь те, кто выбирает себе смартфон Realme C3 или аналогичный бюджетный смартфон, это видео может быть интересным и полезным. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.